Матушка, я. Мама, ты меня... Прости. Сюда иди, стой. На удачу. Вить, ну, теперь мой ход тебя удивлять. И я, как всегда, приготовила эксклюзивную программу. Мы отправимся в прошлое. Мы идем в музей. Так, стоп, подожди, вот нет. Я в музей не хочу. Смотри, какая погода. Снежок, вон, тепло. Пойдем погуляем. Вить, ты не понимаешь этот музей под открытым небом. У тебя там ждут экстремальные развлечения, вкусная еда. И знаешь, кто? Девушки, Витя. Но ты на них не заглядывайся, я главная. С этого и нужно было начинать. Пойдем скорее. Не пойдем, Вить, а поедем. О, это что, для нас? Да, это для нас. Давай быстрее стадись, давай. Ну что, поехали? Мы с Витей мчим по музею деревянного зодчества «Малые Карелы». Это, кстати, пожалуй, самая раскрученная достопримечательность всей Архангельской области. Потому что именно здесь можно погрузиться в атмосферу старинной деревни русского севера. Понимаешь, мы с тобой вот уже в прошлом, Вить, мы на деревянных санях, кругом снег, настоящая русская зима, и нас везет конь, порода, знаешь, какой? Какой? Русская, расистая. Вообще, ощущение, правда, что ты вот где-то, что ты барин, тебя везут по твоему имению. Я княгиня, я княгиня. Она княгиня, я барин. А давай сделаем вид, как будто мы, знаешь, они так вот очень серьезные такие все, грациозные. Но нам для этого механ нужны. А у Михау у нас есть? Михау у нас есть? Вот так вот. Ну, как-то так. Мы едем. Эх, просторы мои. Русь моя, Русь. Гой ты, Русь моя, родная. Хильда, смотри, Русь прямо по курсу. Ну, а ты как думал? Это вообще-то нас с тобой так встречают? ПЕСНЯ Вот это да! Здравствуйте, спасибо большое. Здравствуйте, здравствуйте, люди добрые. Ну, давайте, примите наш каравай. Да, по традиции, караваемцы встречали дорогих гостей. У нас гости дорогие вкусно. Каравай-то? Очень вкусно. Каравай-то, он прекрасный. Слежите. Да, стали тарану. Ну, что? А вот, весь надо съесть или можно? Нет. Дудь, давай. А уж как понравится? Витя, ты вообще в курсе, что путешествуя по-архангельскому, мы с тобой все узнали о поморах, но самое важное упустили. Знаешь, что самое важное? Это семья, ведь. Ну, ты кушай и слушай. Ты понимаешь, что главное отличие поморской семьи от традиционно русской, это то, что в поморской семье полное равноправие между мужчиной и женщиной. Вот так вот. Ты на что сейчас намекаешь? Ой, на что я сейчас намекаю, ведь ты узнаешь. Правильно? Попозже. Правильно, правильно. Пойдемте-ка к нам в гости, так и все сами увидите. Пойдемте. Увидите все, попробуйте все, узнаете, Виктор. А незнакомые деревья, незнакомые деревья, незнакомые звездо, незнакомые, я на миду свою выходку укажу. Пока, Витя, вы кстати, расскажу вам по секрету, что сейчас будет происходить. Мы примем участие в обряде проводов поморского мужика на промысел. А, спойлер, будет странно. Кому же такая красота-то достанется красоте, не? Все, уже досталось, все, все, тихо, спокойно. Куда ты разошлась-то? Ну, вот про это я говорю, Вить. Пора тебе уже проявить ко мне должное уважение. Поморские мужики, когда уходили на промысел, они оставляли домашнее хозяйство на своих жен. И их все слушались. Но я-то никуда не ухожу. А это мы сейчас исправим. Рыбу, птицу за девицу берут руками. Нет, не так. Руками. Птицу за девицу берем руками. Корочку отрываю. Отрываю корочку. Так, и кушай. Вот и ешьте. Я первый раз такое вижу. Первый раз. Ну, так вот. Хлебушку закусала. Кудей. Кудей. Ничто не предвещало беды. Я попробовал рыбник, традиционный поморский пирог, а еще калитки. Это такие открытые пироги. Мы сидели, общались. А потом начался сюр. Матушка я. Мама. Ты знаешь, я, конечно, может быть, не самым лучшим сыном был. Ты меня... Прости. Ну, пойди, пойди, сыночек. Пойди, дорогой. Еще раз? А. Уж возвратишься с рыбою. Вставай, давай, вставай, голубчик. Прости меня, тетушка. Я не знаю, за что, правда, но простите, пожалуйста. И вы меня тоже простите. Простите тоже, конечно. Вот. И вам тоже простите. Извините за все. А передо мной ты нагрешил, милок. А в ночь поклонничать сможет быть. Так, с тобой потом поговорим. Спасибо большое. А, простите тоже. Нормально? Извините. Каким-то непостижимым для меня образом я оказался главным героем некой реконструкции. Причем, что делать и что говорить, знали все. Кроме меня. Ну, пришлось импровизировать. Знаешь, вообще, меня так же в детский садик собирали, по-моему. Мама. Ну, ты знаешь, я тебе могу сказать, ты в 34 своей действительно немножко выглядишь. Так, все, мужчина пошел на охоту, на улов и добывать. Принеси мне... А знаешь ли, как шапка-то называется? Как? Оплеуха. Оплеуха? А это что, оплюхи ему так давать, да? Подожди. Если рыбы мало принесет. Сюда иди, стой. На удачу. Это из-за ушей таких длинных. Поцеловал. Может, ты еще раз поцелуешь другую щеку? Вит, да ты на месяц-то не уходи. На день ходит. На день. Вместе я скучать буду. А знаете, мне понравилось. В какой-то момент мне даже показалось, что вся эта реконструкция чистая правда. Имей в виду, зритель, ты тоже можешь позволить себе такой эксперимент. Ну или другой. В общем, в малых карелах умеют удивлять. По дороге босиком по воде и днем с огнем. Пришло время подвести итоги путешествия. Мне понравились все шесть развлечений. Ну, а мне пять. Подвели низкие потолки в пещерах. Какое же здесь все-таки умиротворение. В наш век глобализации, когда везде интернет, когда одинаковая мебель, еду можно заказать через интернет, опять же. Такие места, как малые карелы, кажутся просто сказкой. Ну, я бы сказала, как вся Архангельская область, потому что это все большая русская сказка. Знаешь, я считаю, что мы с тобой закалку Белым морем прошли. Да, но несмотря на то, что здесь достаточно холодно, я бы сказала, даже очень, в душе как-то тепло, потому что атмосфера, люди приятные, энергия природы. В общем, друзья, приезжайте греться в Архангельск.